Не знаете, с чего начать на коррекции? Если, например, у клиента брови странного цвета или разной формы, или кончики стрелок смотрят в разные стороны, а что делать, если на губах рваный контур или пятна? Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, и 3 ноября состоится вебинар по коррекции бровей век и губ. Ссылка на него будет в описании к этому видео. А пока я каждый день буду рассказывать вам о том, с чем вы обязательно столкнетесь или уже, возможно, сталкивались, но не знали, как правильно поступить. Например, что делать, если брови или губы, например, у пришедшего к вам на коррекцию клиента зажили слишком ярко? У вас есть три варианта. Первый вариант – это немного поработать по форме, немного ее изменить, откорректировать. Наверняка есть небольшие проблемы с симметрией, которые возникли в процессе заживления, или, может быть, вы не заметили их во время процедуры. Вы должны постараться и ни в коем случае не усилить насыщенность бровей или губ. А вот в конце процедуры вы должны пройти по всей поверхности пустой иглой, без пигмента. Зачем? Часть пигмента уйдет в процессе регенерации после процедуры, и брови или губы немного потеряют в насыщенности. Второй вариант – это сделать лазерную коррекцию цвета, если, конечно, у вас есть лазер. И вы понимаете, что ваш пигмент поведет себя правильно. Это сработает только в том случае, если вы немного заглубились, и цвет выглядит темнее и немного серее, чем предполагалось, чем вы планировали. Очень важно знать, как будет вести себя пигмент после лазера. Ну и третий вариант – это самый простой – отпустить клиента, ничего не предпринимая, потому что работа ваша идеальна, и делать ничего вам не нужно. Но тут вам надо поработать немножко психологом и убедить клиента, что так и задумывалось. Итак, ссылка на вебинар находится в описании моего профиля и в описании к этому видео. Переходите, регистрируйтесь, а сейчас в комментариях я очень жду от вас вопросы, которые вы хотели бы раскрыть на вебинаре о коррекции. Не стесняйтесь.